Жителям сразу нескольких кварталов в новых районах грозит мусорный коллапс. Технику двух частных управляющих компаний просто перестанут пускать на городскую свалку. Они задолжали около миллиона рублей спецавтохозяйству. В споре интересов разбирался Сергей Курбан. Вот такая картина может грозить нескольким десяткам домов в новых кварталах города. Машины, которые сегодня все еще вывозят мусор из домов квартала И, И-1, ИК на полигон твердых бытовых отходов вскоре либо будут возвращать груз обратно или перестанут приезжать вовсе. Всему виной долги управляющих компаний «Норд» и «Север» перед предприятием спецавтохозяйства за услугу захоронения отходов. И это при том, что руководство «Норда» и «Севера» сейчас активно переводит под свое управление все новые жилые дома. А толком ничего не знаем, сами ничего не понимаем. Приходят и платежки и те, и другие. Между собой они там что-то спорят. У нас висят объявления в подъезде, что зачем вам это нужно переходить в новый «Норд», давайте обратно в рассвет. В общем, мы сами еще не понимаем. Долг управляющих компаний «Север» и «Норд» перед спецавтохозяйством копится с начала года. На сегодня он составляет 356 и 483 тысячи рублей соответственно. Пока грузовики от частных жилищников на городскую свалку по-прежнему принимают. Однако ситуация может измениться, говорят в руководстве спецавтохозяйства. Вывозится другими перевозчиками частными. И захоранивается у нас на полигоне ТБО. Поэтому мы готовы не принимать этот мусор и не производить эти виды работ, пока нам не оплатят долг, который нам должны с начала года. По договору только с компанией «Норд» спецавтохозяйство принимает на полигон ТБО мусор из 66 домов по цене 56 рублей за один кубометр. В спецавтохозяйстве называют эти цифры смешными, но для руководства «Норда» суммы оказываются неподъемными. Ситуация с долгом перед муниципальным предприятием усугубилась в мае этого года. Наше сейчас положение тяжелое в том отношении, что долги накоплены. Разом мы все эти вопросы не решим, несмотря на то, что мы начали собирать деньги напрямую по нашим квитанциям. Люди в какой-то степени еще пока колеблются, кто прав. Поэтому того сбора, который имел в свое время предприятие, почти 100%, мы на сегодня не наблюдаем. Это один источник финансирования, из которого мы можем решать эти вопросы. В руководстве «Норда» готовы встретиться с оппонентом и попытаться найти способы решения мусорной проблемы. Кроме того, «Норд» сейчас судится со своими подрядчиками и полученные средства готов направить на погашение своей задолженности перед спецавтохозяйством. Однако сколько на это потребуется времени неизвестно, а промедление может обернуться для жителей кварталов локальной экологической катастрофой. Сергей Курбан, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.